Меня зовут Дмитрий Гудков, я не то чтобы общественный деятель, я не эколог совсем, я политик. Кто не знает, был когда-то депутатом Госдома с 11 по 16, с экологами очень часто общался, потому что, ну кто еще депутатский запрос напишет. Вот, ну тогда я не думал, что сам стану экоактивистом. Вот я теперь им встал, и сейчас я вам об этом расскажу. У меня здесь простая повестка. Сначала я вам о своей проблеме расскажу, потом о том, как я планирую эту проблему решить. Потому что мне кажется, что такие проблемы не только у меня и у всех жителей Московской области и других регионов. Я часто встречался с тем, что мы знаем нашу проблему, мы знаем, как решить нашу проблему, но только нас никто не слушает. Поэтому я и буду выступать сегодня как политик. Я хочу попытаться эту проблему решить, чтобы власть разговаривала с нами на равных, а не с какими-то там просильщиками. Я родом из Коломны, это Московская область, 100 километров в сторону Рязани. 30 лет назад мои родители там купили участок, у нас там дом, сейчас это дача, мы туда ездим с семьей. Огромная семья, посажены там 700 деревьев, в обычной деревне просто. Думали, ну вот замечательная экология. И тут мусорная мафия решила превратить весь юго-восток Подмосковья в большую помойку. Свистягина, если видите, там планируется строительство мусоросжигательного завода, будет сжигать минимум 700 тысяч тонн, скорее всего миллион тонн в год. То есть это гигантский просто завод. Прямо рядом Мячиково огромный полигон на 6 миллионов тонн, высотой 43 метра, просто можете себе представить, такой мусорный Кремль, вырастет и будет виден из окна моего дома. Вот, и Воловича. Это еще одна свалка, которая функционирует, увеличит в два раза мощность, будет не 2 миллиона, а 4 миллиона тонн. То есть вся колонна это 10 миллионов тонн, плюс мусоросжигательный завод в 12 километрах. Значит, мы запустили экологический Убер. Если кто-то следил вообще за моей деятельностью, в Москве в 17-м году мы запустили политический Убер, который позволил избрать 267 независимых депутатов. Никто не верил, что мы сможем победить. Мы нашли кандидатов, мы собрали 60 миллионов рублей на кампанию вместе с этими кандидатами. Кандидаты практически все квартиры Москвы обошли. И вот 267 депутатов независимых, которые, кстати, на прошлой неделе в администрацию президента отнесли письмо с призывом начать раздельный сбор мусора и призыв к изменению федерального законодательства для этого. Технология-то замечательная, технология, которая позволяет правильно самоорганизоваться, сформировать политическую силу, с которой должны считаться власти, и с которой считаются. Что такое Убер и как мы хотим, то есть мы только начали, что мы хотим сделать? Это платформа, на которой мы регистрируем жителей Коломенского района и Воскресенского района. Соответственно, как только мы зарегистрируем там тысячу, а мы уже приближаемся, сейчас там около 800 человек зарегистрировалось, это местных жителей. Как только будет тысяча, мы эту тысячу, во-первых, потренируем и отправим их по квартирам ходить с газетой, которую мы сейчас делаем. И наша задача к концу января, начало февраля собрать 10 тысяч человек, и тогда возникнет критическая масса, которая может сделать все, что угодно. Денег собрать на экспертизы, на газеты, на ролики, на все, что хотите. А главное, что на этой платформе у нас есть такая специальный софт-звонилка, как я называю. Туда мы забиваем городские телефоны всех жителей Коломенского и Воскресенского района. Дальше у нас группа, допустим, тысяча человек. Мы настраиваем личные кабинеты, то есть они сидят дома, включают наушники, подключаются, так сказать, к компьютеру, нажимают кнопочку, и наша звонилка сама делает 20 примерно, ну, можно настроить 20, можно 30 звонков в секунду. Первый, кто снимает, происходит соединение. Значит, тысяча человек смогут обзвонить 90 тысяч квартир, ну, просто там, за несколько дней. Тысяча человек смогут за неделю обойти вообще все квартиры города. Первую цель, которую мы ставим, это информирование, чтобы каждый вообще житель района, каждый житель этого региона знал о том, что происходит. Про 6 миллионов тонн, про 43 метра, про загрязнение и так далее. Я уж не говорю о том, что полигон построен там, где нет никакой глины. Нарушение всех экологических норм, все это будет попадать в грунтовые воды, которых там полно, там, северка река в 50 метрах. То есть вообще это будет загрязнение всего Юго-Востока Подмосковья. Далее, конечно же, протесты. Как только, а на платформе мы обиднем 10 тысяч человек, ну, например, я записал войс, 30 секунд, прям сходу 2 рубля звонок и 100 тысяч человек получили звонки от меня с приглашением на митинг. Или я, например, записываю голос и говорю, слушайте, нам нужно собрать на газету. И вот когда есть критическая масса на платформе, тогда это все работает. И третий момент. У нас есть, соответственно, фонд. В этом фонде есть счет. К этому счету привязана Яндекс.Касса. Фандрайзинг в два клика просто происходит. То есть это очень простая история. Вот наш план такой. И главное, начинаем только в Коломенском, Воскресенском районе. Как только пойдет волна, мы откроем точно такие же платформы для всех подмосковных городов, потому что мы не сможем Коломна, Воскресенска решить проблему Коломны, если мы будем действовать только локально. В феврале где-то в середине мы хотим провести съезд или слет экологический, как хотите, в Москве, куда мы приглашаем, если здесь есть инициативная группа. Мы всех пригласим для того, чтобы заявить о наших проблемах, о таких проблемах, как в Коломне, не только у нас, но и в других городах. А главное, выработать дорожную карту. И, собственно, почему я и пришел сюда, нам хотелось бы выработать действительно дорожную карту, которая реальная. То есть что мы хотим? Если мы хотим раздельный сбор мусора, давайте готовить законопроекты, потому что нужно стимулирование этого раздельного сбора мусора, как это в европейских странах происходит. Если мы отказываемся от сжигания мусора, значит надо предлагать какие-то варианты, мусор переработка, какие технологии. Как раз хотелось бы вашей поддержки. А самое сложное, самое сложное, это зарегистрировать первую тысячу на платформе, потому что люди боятся. Адреса мы не собираем, мы собираем только мобильные телефоны. Вот, и я всем говорю, друзья, если вы не оставляете мобильный телефон и не заполняете анкету, значит вы не с нами. Очень многие пишут, да мы готовы, мы готовы газеты разносить, мы готовы вам митинги выходить. Ну так вот мы не готовы давать телефоны, зачем? Вот у нас зато есть тысяча ног. Я говорю, знаете, друзья, тысяча ног нам не нужны, потому что тысяча ног сделают ноги, как только увидят сотрудников полиции. Поэтому мы регистрируем только смело, только тех, кто не боится и в этом принимает участие. Продолжение следует...